Если вы ждете субботу, то суббота совсем скоро, а вернее суббота здесь. Вы на канале Минской Правды, меня зовут Марина Суббота, и в любой день недели для вас субъективный взгляд на объективные косяки белорусской оппозиции. Главное в борьбе с диктатурой не выйти на самих себя. Эта шутка уже добрых пару лет популярна в чатах беглых, как в открытых, так и в закрытых. И в закрытых так робко шутят те, кто подставлялся под уголовное преследование нарушением закона в Беларуси, сбегал к демократическим силам в сопредельное государство, а там с удивлением обнаружил диктатуру Тихановской и теневой правящей партии Вечерка. Но ничего не может возразить слух, потому что у этой диктатуры на зарплате. Те, кто в открытых чатах, они на зарплате у кого-то другого, так что поливать оппозиционный режим Светланы Георгиевны им не мешает приблизительно ничего. Хотя ничего не происходит удивительного. Как показывает практика, меньше всего демократичности как раз у тех, кто за демократичность публично якобы сражается. Август 2020 года ничего не поменял в судьбе Александра Лукашенко. Он все так же президент Беларуси и лидер белорусской нации. Тот же месяц сильно поменял судьбу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Она теперь никогда не вернется к привычным амплуа домохозяйки. Она всегда останется кем-то в оппозиции. Не важно, как это будут называть чуть большие прикорытники офиса или чуть меньше, то ли избранная президентка, то ли лидерка демократических сил. По сути механика этой обретенной власти простая Тихановская в составе организованной группы теперь в оппозиции держит масть и будет держать столько, сколько сможет. Два простых доказательства. Первое. У Александра Лукашенко, якобы диктатора, в следующем году очередные выборы, на которые нужно будет выдвинуться, собрать инициативную группу, собрать подписи, зарегистрироваться в качестве кандидата и уверенно, как и всегда, победить. В это же время в демократичной оппозиции никаких перевыборов в Тихановской не предусмотрено и не будет. Эта власть стремится к пожизненности, потому что... Пример номер два. Одной из тем для мечтаний любой белорусской оппозиции, мечты эти всегда, впрочем, строятся на демонстративном и самоубийственном отдалении от Москвы, является Белорусская Народная Республика, то есть БНР. Вдаваться в историю мы не будем, разве что отметим, что БНР никогда не была ни Белорусской, ни Народной, ни Республикой. А группа лиц под таким брендом, а именно в 1919 году, являлась всего лишь искусственным правительством безгнаний. Плюс-минус это то же самое, что который год пытаются организовать Тихановская и остальные латушки, только сбоку. Еще до Великой Отечественной войны на территории тогда еще Польши, сегодня это благодаря польскому походу Красной Армии наш город Столбцы, родилась Ивонна Владимировна Шимонец. Владимир Шимонец, то есть папа Ивонна, был инженером, а сильно позже внезапно живописцем. Человеком был, возможно, не самым хорошим, о чем говорит пять лет трудовых лагерей от советской власти. Но в 1944 году вместе с семьей и с дочерью Ивонной таким образом сбегает, скрывается, потом опять сбегает, всплывает в Копенгагене, потом всплывает во Франции, потом всплывает окончательно в Раде БНР, исполнительном органе того самого правительства безгнаний, в котором еще недавно замначальника электростанции в Барановичах вдруг становится министром финансов, даже не электростанции. Эта история будет особо важна в контексте того, что спроси вы на улице в Беларуси, а вы слышали фамилию Шимонец, в ответ будет тишина. Но, как обычно, есть нюансы. Дочка этого министра безгнаний Ивона под шумок учится во Франции, затем также под шумок переезжает в Канаду. Такая же Франция, но по большему размеру. И, как показала практика, в размерах поддержки нацистов в собственном парламенте, напомню. Переезжает туда, правда, уже не мисс Шимонец, а миссис Сурвилла. Супругами Вонни становится коллегой ее отца по БНР и член ее Рады товарищ Янка Сурвилла. Удивительнейшими хитросплетениями судьбы через публичную работу на всевозможные фонды госпожа Сурвилла, дочь Лена Рады БНР и жена Члена Рады БНР в 1997 году возглавляет Раду БНР. Вполне допустимо, что так просто совпало. Но похоже больше не на демократичность, а на передачу власти по наследству, что характерно для абсолютных монархий, то есть царизма, и для белорусской оппозиции, то есть царизма в квадрате. С 1997 года Ивона, ставшая уже зачем-то Ивонкой, возглавляет это правительство визгнаний, которое фактически в Канаде не занимается ничем, кроме борьбы не с режимом Белоруссии, а Белоруссию в целом. Канада один из крупнейших добытчиков и поставщиков на мировой рынок калийной соли, всего на пару позиций по объемам ниже Белоруссии. И чтобы насолить с конкурентом на стратегическом для бюджета направлении, Канада готова финансировать что угодно против Белоруссии, вплоть до сурвилы. Годы шли, шли годы и конкретно госпожи Ивонке, сегодня ей уже под 90 лет, ибо она на пяток лет старше Байдена. Но отсутствие демократии в любой белорусской оппозиции, вместе с в целом отсутствием какого-либо интереса Белоруссии и белорусов к ради БНР, помогали госпоже Сурвила удерживать власть почти столько же, сколько и якобы диктатору Лукашенко. С поправкой Александр Григорьевич побеждал на выборах снова и снова, а в ради БНР выборы как таковые отсутствуют. Там это есть утверждение руководительницы ее же подчиненными. Самоизгнание Тихановской же породило оппозиционный парадокс. У беглых сразу стало два правительства безгнаний, со сразу двумя лидерками, постарше и помладше. Пару лет обе стороны парадокса делали вид, что все нормально, но когда начал гореть сарай молодого правительства безгнаний, стала гореть и хата старого. Вы, возможно, не знали, но один из членов Рады БНР – гражданин Олесь Чайчиц. В приличном обществе никто про него ничего не слыхал, а вот с неприличным интереснее. После 10 лет нахождения, а там нужно только нахождение, работы никакой не требуется, оплачивается только агрессия на Беларусь, а это не прямо уж работа. Там господин Чайчиц написал заявление госпоже Сурвиле, мол, я как тот Ельцин. Ухаживал. Ушел. И освобожденный от обязательств и финансирования влупил по Раде БНР правду из всех орудий. Цитируем практически дословно. При Ивонке Сурвиле от организации горько и грустно, от организационного убожества, правового нигилизма, безразличия к собственному вставу, от авторитаризма Ивонки и мертвости организации по сути. И, мол, чем отличается авторитаризм Сурвилы в Раде БНР от того авторитаризма, за который мы все по указке ругаем Лукашенко. Госпожа Сурвилла вместе с товарищами по держанию масти в канадской белорусской оппозиции не успела откашляться после того, как поперхнулась от этого выпада Чайчица чаем и сухариком. А Чайчица уже пригласил польский Белсад. И это видится очень важно, потому что Белсад поддерживает молодое правительство в изгнании, а не старое, то есть Тихановск. В интервью Чайчица добавил, что вообще-то Сурвилла нелегитимна даже по нелегитимным документам нелегитимного правительства в изгнании, потому что еще в конце 22-го года Ивонка обращалась к кому-то в новогоднюю ночь, не имея на то никаких полномочий, потому что ее полномочия главы БНР вообще-то закончились, а переизбрать Сурвиллу даже номинально просто забыли. А теперь ответ на вопрос, что происходит. Если добавить во всю эту историю внезапный опрос у экстремистов на тему, за кого бы вы проголосовали на выборах президента Беларуси, за Тихановскую или за табуретку, в котором уверенную победу с результатом 78% набрала табуретка. Похоже, что в 2025 году произойдет следующее. Экс-кандидат на выборах президента 2020 года, то есть Тихановская, окончательно потеряет субъектность. Потому что к бабке не ходи, имеется в виду не Сурвилла, а вообще бабка, появится некий новый лидер неких новых демократических сил. А куда девать уже ту, кто станет старой, то есть Тихановскую? Идеальный расклад для желающего сохранить какое-никакое, но пожизненное грантовое финансирование офиса Тихановской сменить Сурвиллу в Канаде быстро, надежно, эффективно. Следовательно, Сурвиллу нужно слить, но не прямо сейчас, а к концу года. И процесс, судя по всему, пошел. А власть в НКО под названием Рада БНР не передается. Это же не политика, это экстремизм и агентурное влияние. Какие выборы? По отношению к Ивонке некрасиво могли бы и с почтями провести на давно очень заслуженную пенсию. По отношению к людям оппозиционных взглядов мерзко, ибо нечестно и кулуарно. По отношению к политике совсем не демократично, но очень оппозиционно, монархически, по-царски, авторитарно. Эти люди что-то говорят нам?